Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые! С вами Андрюха ДВП, помаленьку стремящийся к 2.0. И то самое видео, которое я вам обещал уже, не знаю, последний месяц или сколько. Хочу принести свои его большайшие извинения за столь долгое отсутствие контента на YouTube-канале. Не мог, не мог этого сделать, ребят. Нахожусь на некой как бы жизненной развилке, идейной, можно так сказать, творческой и так далее. Никак не могу определиться, в каком ключе дальше, собственно говоря, развиваться на YouTube и так далее. Хотелось бы, знаете, постараться сделать мир немножко лучше. Я понимаю, что эта задача практически невыполнимая, но, тем не менее, у меня есть немножко отзывов от людей, которые, собственно говоря, благодарят меня за то, что мои перемены помогли сделать их жизнь чуточку лучше. Это мотивирует, это греет душу, это, собственно говоря, даёт мне силы попробовать себя в этом ключе. Вот. Как вы помните, я собирался бросить пить, курить, там, хавать всякое говно ещё в начале года. Вот. Но открытие Евроклассика и моё плотное зависание на нём поставили, собственно говоря, жирный крест на все эти мероприятия, потому что, играя по 12-16 часов в день, трудно заниматься каким-то развитием и здоровьем. К счастью, сервачок успешно загнулся за буквально 4 месяца и отпустил меня. Спасибо за это великолепному менеджменту Иновы. Вот. Благодаря этому я смог найти довольно-таки приличное количество времени и посвятить его саморазвитию, чтению какой-то литературки, просмотру соответствующих тематичных видосов и так далее. У меня в голове было слишком много пробелов по многим вопросам и мне необходимо было их заполнить. Без этого невозможно было продвигаться дальше. Я считаю, что по большей части с этой задачей на данный момент я справился и теперь могу попробовать, собственно говоря, донести своё видение здорового образа жизни до вас. Это будет, конечно, так непросто, потому что моё понимание, оно достаточно глубоко уходит во всякие, во всякие такие вещи, которые трудно объяснить, собственно говоря, простым языком. Вот. Поэтому я писал этот сценарий и переписывал уже десятки раз, всё как-то заменял, упрощал, пытался сделать доступней, понятней и вообще заметил, что мне работать по сценарию, это пиздец как тяжко. Вот. Писать его, потом читать с него, не знаю, не моё это, люблю, как говорится, он the fly, всё в режиме реального времени, вот и сейчас, несмотря на то, что у меня перед глазами находится монитор, на котором я написал, так сказать, сценарий этого видоса, но я вот сейчас говорю не по нему, только пользуюсь лишь основными направляющими. Не могу, не могу читать, не могу читать просто, в смысле читать-то я умею, но как-то это неестественно, некрасиво и не от души всё это дело по бумажке, поэтому в дальнейшем, наверное, сценариев с бумажки у меня больше вообще не будет. Вот. Ну ладно, вернёмся обратно к делу. Что, 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 что стоит мне вам пояснить, прежде чем продвигаться дальше? Я хочу вам пояснить следующее. На мой взгляд, каждый человек, на самом деле, живёт в своём мире, в своём собственном мире, построенном своим восприятием. Естественно, с другими людьми у этого мира есть очень много общего, но очень много и отличий. У каждого своя правда по какому-то вопросу, своё мнение и, в принципе, ЗОЖ не исключение. Например, моя версия здорового образа жизни, она довольно-таки заметно отличается от классического его понимания всякими там типа львами против и так далее. Конечно же, основные, так сказать, направления классической версии, они входят и в моё, в моё понимание, но находятся явно не на приоритетном месте и большую часть, так сказать, своего здорового образа жизни я выстраиваю вокруг нефизического своего, так сказать, тела. Что такое нефизическое тело, спросите вы? Ну, тут всё, на мой взгляд, довольно-таки сложно, потому что, например, недавно я спросил у своей женульки, я говорю, Натах, а вот как ты думаешь, что, как у тебя представлено твоё нефизическое тело, что у тебя есть, кроме, собственно говоря, тела? Она сказала, душа. Я говорю, и всё? Она говорит, ну, вроде да, и всё. Вот, и тут я, конечно, сильно удивился, сильно удивился и понял, что, возможно, многие из вас даже, ну, собственно говоря, не задумывались об этом. На мой взгляд, не духовное, не физическое, точнее, тело состоит из, как минимум, души, духа, психики, это подсознание по большей части, и сознания. Из всех этих четырёх пунктов, на мой взгляд, неким главенствующим, управляющим, всем остальным, стоящим как-то сверху, то есть директором вашего нематериального тела является сознание. И оно же подлежит, на мой взгляд, как бы, корректировке наиболее простыми способами, да, то есть мне непонятно, как можно, собственно говоря, поменять подсознание. Возможно, как-то можно, но, видимо, сложно. Я пока что смог научиться только перехватывать какие-то посылы подсознания и исправлять их. Но изменить само подсознание, как и дух, как и душу, я пока не знаю, не знаю, каким, собственно говоря, образом. Но я знаю, что можно сделать с сознанием, и, в принципе, занимался этим довольно долгое время, и имею определенные результаты. Так вот, значит, что хочу вам сказать. То, что я делаю упор на нефизическое, это не значит, что я, как бы, совсем забиваю болт на развитие тела. Естественно, это не так, но мой подход к развитию тела, он больше похож на поддержание инструмента в какой-то такой рабочей форме, да, там, смазать, что-то там протереть и так далее. Лишь бы я, как бы, не сломался и не развалился, нежели на попытку сделать из, там, отвертки отбойный молоток. То время, когда я хотел мышцы, как у Шварценеггера, удар, как у Тайсона и что-нибудь еще, они остались давным-давно позади. И сейчас я, собственно говоря, хочу от своего тела ровно столько, сколько нужно, чтобы оно справлялось с необходимыми задачами по связи с окружающим миром. Вот. То есть, со здоровьем физическим, я думаю, всем все достаточно понятно. Цели и методы их достижения известны большинству. То есть, в первую очередь, это что? Улучшение качества питания, сна, систематические физические нагрузки для поддержания тонуса. И, конечно же, сигнатурный отказ от курения, алкоголя и употребления прочих вредных веществ. Со здоровьем же, не физическим, все не так просто. Я, допустим, оказался в затруднительном положении при попытке сформулировать свое понимание, допустим, здоровья психического или же душевного. Поэтому позволил себе воспользоваться, так сказать, помощью человека более сведущего в этих делах, доктора философских наук Козлова Николая Ивановича. Психологическое здоровье, по его мнению, это психические особенности, позволяющие человеку быть адекватным, успешно адаптироваться к среде. Противоположное же психическому здоровью, это психические отклонения, расстройства и заболевания. В свою очередь, душевное здоровье это состояние, когда душа человека открыта людям, миру, бодра, радостно, не страдает болью и не болеет враждой. Душевный здоровый человек адекватен, позитивен, доброжелателен. Он склонен к позитивному восприятию мира, себя в нем. Для него характерна легкость входа в позитив и трудность выпадения из него. Он живет в высоком эмоциональном тоне, ему нравится разумный уровень жизненного напряжения, комфорта. Жизненный мир для него прекрасен и любим. Противоположное же душевному здоровью, это неустойчивое, пониженное или прямо плохое настроение. Легкость впадения в негатив и трудность выхода из него, обиды, страхи, раздражение, усталость, неспособность переносить жизненное напряжение, низкий эмоциональный тон, враждебность, отсутствие интереса к жизни. Все это признаки ослабления душевного здоровья. Депрессия, озлобленность и апатия, это уже явно признаки душевного нездоровья. Я думаю, многие из вас не расслышали крылатое выражение «в здоровом теле здоровый дух». Я всегда относился к нему с некой долей сомнения, а сейчас же и вовсе считаю, что все обстоит несколько иначе. Объясню почему. Я вот, допустим, последний год уже все как хочу, хочу бросить пить, курить, но никак не начинаю этого делать. Почему? Потому что я уже пытался до этого неоднократно это сделать. Но всегда разбивался о какие-то по итогу стрессовые ситуации, которые обратно возвращали меня к курению, потреблению алкоголя и так далее. Самый успешный мой опыт борьбы с этими вредными привычками, наверное, был где-то в 2008-2009 году, когда я находился за забором, занимался тяжелой атлетикой. И в течение 14 месяцев поддерживал практически полностью здоровый образ жизни. То есть не пил совсем, не курил совсем, старался кушать более здоровую пищу, насколько это возможно, естественно, на зоне. А в итоге что? В итоге въебался в дуб, попал в изолятор на 15 суток. У меня разрушился весь комфорт, который я достиг на тот момент, потому что после выхода из изолятора следовал перевод в другой барак, как бы увольнение, скажем, с работы и так далее, и так далее, соответственно, все как бы все не то и все не так. Поэтому я этого стресса не смог одолеть и начал курить, собственно говоря, прямо в изоляторе. После выхода из него, когда меня ребятишки в бараке встречали, там же начал и пить и все такое. Вот поэтому в этот раз я решил пойти немножко другим путем. Я решил не заставлять себя бросить пить и курить, а подойти к вопросу с другой несколькой стороны. Попытаться развить сознание, поднять его до такого уровня, на котором это желание и намерение сгенерируются естественным образом. Ведь каждый практически здравый человек понимает, что в алкоголе и курении нету практически ничего хорошего. Потому что алкоголь, он никак не способствует решению проблем, он помогает только уйти от них, поскольку является депрессантом. Я хорошо знаю, о чем я говорю, я пил много и пил долго, и знаю состояние алкогольного опьянения, и никогда ни разу в жизни оно мне не помогло решить какую-то проблему. Уйти на время, да, решить нет. Поэтому вот сейчас мне наконец-то, как я считаю, удалось достичь той степени сознания и понимания, насколько это не нужно деструктивно. И все, собственно говоря, произошло естественным путем. Уже больше месяца я не пью, не курю и надеюсь, дальше все так и будет. Это видео носит по большей части тестовый характер и создано с целью прощупывания местности, прощупывания обстановки. Насколько вам интересно вообще мое видение, мое понимание здорового образа жизни. Есть ли у вас желание вообще видеть Андрюху почаще в таком формате, без бутылки пива, без сигарет? Так, хотите ли вы ознакомиться с хроникой моих побед на личном фронте, моих поражений в бесконечной войне с самим собой? Узнать о эффективных тактиках, маневрах и прочих инструментах, которые я выработал и нашел за свою довольно-таки непростую, интересную жизнь. Хотите ли вы подняться на борьбу с собой ради улучшения качества жизни? И пожалуйста, ни в коем случае, ребят, не воспринимайте меня как какого-то учителя, проповедника, мастера йоду или еще что-то в таком духе, поскольку я сам себя так не воспринимаю и не позиционирую. Я всего лишь такой же боец невидимого фронта, как и вы, комрады. Невидимого фронта, который находится у вас в голове. Единственное, что у меня может быть звание несколько повыше, чем у большинства, потому что за 8 лет за забором я провел такое количество невероятных баталий с самим собой, сколько не провел за всю остальную жизнь. Ребятишки, если просмотр вызвал у вас какие-то положительные эмоции, отрицательные, пожалуйста, не поленитесь оставить комментарий или хотя бы поставить палец вверх, если вам по душе и интересно продолжение всего этого, так сказать, безобразия. Или же ставьте палец вниз и пишите, что я лицемерный, блядь, пиздобол, и вообще, ну раз пытаюсь их наебать, если вам это интересно или вы мне не верите. На дорожку я хотел бы, знаете, что сделать? Ввести некое понятие, которое я буду использовать в дальнейшем, дабы не выносить путаницу в ряды классических зоживцев, да? И буду называть свое понимание, свою трактовку здорового образа жизни несколько другим словом. Я называю это здравое, позитивное существование, ребят. Здравое и позитивное, да, то есть как бы сокращенно это будет ЗБС. Да, я долго высасывал эти как бы слова из пальца, чтобы получилась какая-то прикольная, удобоваримая аббревиатура. И я думаю, что ЗБС это заебись. Вот, и соответственно, если вы как бы поддержите дальнейшее развитие в этом направлении, то соответствующие видео, они будут маркироваться как рубрика ЗБС. Вот, на дорожку, ребят, хочу поделиться с вами тремя цитатами, которые я считаю наиболее, собственно говоря, емкими. Из тех, которые я знаю по вопросу вообще данного видео и вообще в дальнейшем всей этой рубрики. Ну вот, первая цитата принадлежит вообще неизвестному автору. Я не знаю, кто ее написал, но это не умаляет ее значимости и смысла. Звучит она следующим образом. Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы вспомнить это, нужно читать книги, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе. Ну вот, именно как бы для этого я и предлагаю вам посмотреть на меня, не искать новые знания во мне, а поискать, собственно говоря, то, что вы уже знали или догадывались. А я вам лишь помогу как бы это найти, подтолкну вас в нужном направлении. Ведь невозможно научить человека, если он не хочет этому научиться. Вот, вторая цитата принадлежит инсайдеру. Я нахожу как бы его, так сказать, труды весьма интересными. И вот эта цитатка мне, собственно говоря, наиболее вообще интересна. И, на мой взгляд, неплохо помогла мне в этой жизни что-то понять, что-то сделать. Звучит следующим образом. Есть всего одна схватка. И она идет сейчас на этой планете на личном уровне. Тем не менее, только внутри вас. Нет врага, которого можно атаковать, кроме себя. Если вы будете заняты атакой кого-то другого, вы растеряете драгоценную энергию и проиграете. Если вы победите, то больше не будет никаких битв. Вот, собственно говоря, великолепно сказано. Великолепно сказано. Нельзя, по большому счету, изменить кого-то другого. Нельзя изменить мир. Но можно изменить себя, свое восприятие этого мира. И тогда все будет великолепно. И последняя цитата принадлежит Стиву Джобсу. Стиву Джобсу. Пусть земля будет ему пухом. Великий был человек. Звучит следующим образом. Помните, времени мало. Не тратьте его, чтобы жить чьей-то чужой жизнью. Не слушайте никого. Шум чужих мнений не должен заглушать ваш внутренний голос. Слушайте только свое сердце и интуицию. Она откуда-то точно знает, кем вам быть и что делать. А все остальное не важно. Просто не важно. Я вот так и стараюсь жить. Поэтому и возникает очень много разногласий с вами, ребят. Вы негодуете, что я там что-то пропал, проебался. Но я склонен слушать свой внутренний голос. В общем, ребятки. Надеюсь, как бы не разочаровал вас этой пробой пират. Оставляйте отзывы. Ставьте пальцы вверх, вниз или еще куда вам удобно. Оставляйте пожелания по поводу будущих выпусков. И да пребудет с вами сила. До новых встреч, бойцы. Субтитры сделал DimaTorzok